озеро яровое 12 12 11 44 спасательная операция операция да александр это просто сани вчера не было всякого-всякого набрали место с собой я с очком короче иду рыбу ловить и там всякое всякое еще этого и набрано саня идет рыбу ловить о перевернул а если было так вот потерять уйти потом вы наверное народ удивлялся дошел который сзади дурочки шли самая ценная вот в этом это вот это вот палка короче ну и пешня потому что она не моя не за ту погоди эту вверх надо и пешня потому что пешня не моя ну все 1 2 заход серегу за ногу туда сброшу чтобы он не спорил так следующий раз не упирался вот такой летный озеро яровом черте не светит быть мутно все равно камыш пошевели я утопил пешню еще туда сразу же руки задубеют его держать его надо чтобы он вот так вот хотя бы был ну чтобы вот этот карман побольше а грести то вот либо граблями воду только-только вот этими то бы лучше было грести ну а ты между загребать так мне кажется его проще сдвинется и все ну да просто камыш вот эти вот она она будут мешать и вы жестче чё пробуем пускать вниз или пока не надо привязывать лучше привязать сразу надо будет давай тогда что какую палку вот эту привязывать лучше ну да вот так вот были удочки да ну вот сачок я думаю надо в левый угол ставить явно не ошибемся а ты хочешь вот агрессии ну чтобы его ходили или он там либо он вот тут что он явно он был правее лунки моей до твоей левее далее это моя я грузка смотрел он где-то есть твоя была это короче крайняя была правая тоже да он между ними не вот он отсюда казалось не менее нет я смотрел еще фонарик у меня сливок слева ушел и свет выходил еще на это нартана светил то он вот он вот так вот мне кажется и лежал ну короче давай салата тот что он вот в этом углу вот по отношению к проруби он справа то есть нам надо сачок влево тогда а камыша то там вообще до жопы граблями там явно не претоваться но не загребсти телефон дорогой хороший будете обвинять на меня снова нет немало два метра женька сказал вот так вот еще два с половиной примерно 2 метра очереди греть я же к пешнегру хотел привязываться начнем а пешнегру не видно тоже она падепала не выдержала туда а чё надо было пойти сначала поэтовать попробовать почувствует загребем кого нет просто вот так потихонечку тик 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 отпустил были то сказал что скайна ждем опустим чуть-чуть блин тогда этого то мало я говорю это по самую тону ладно сейчас так просто хотел вот она ничего не достала я живу найти то есть допал да вроде нифига надо резко короче сейчас так вот тык тик 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 он короче должен быть где-то вот это место вот это место на лагерах вот опустил но твердо твердо было сейчас вот видишь как это пешня 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 это я не пойму чё-то цеплено чё-то или нет ты меня зацепил тебя зацепил это до сюда уже она вот так чуть-чуть в сторону она нахуяк на дно пошла не получается там лишь камыш упираться не дает а и 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 Блядь, она еще нечем наоборот бы сделать, чтобы ровное вот это место там было бы вообще было бы. А где-то в этом месте и должен лежать, да? Вот она, держу, держу. Что, мамочка? Нет. Нет. Она не за... Это которая, эта... Большая. Блядь, за что-то зацепился. Или за камыш так? Камыш она стоит искать. Не, так может вырветься. Ага, за камыш залетный. Блядь. Что, спасательная операция у нас завершена неудачными попытками. Камеру не утопи. Жить ему тут долго, этому фонарику. Хороший был. Можно потом обзор снимать, если мы его весной достанем все-таки. И работать будет, да? И работать будет, да. Четыре месяца подо льдом, да? Четыре месяца подо льдом, да? Да, мне кажется, за осень его затянет. Конкурс. Кто ныряет, достает того фонарик. Пойди и желающим объявить. Ха-ха-ха. Народу много может они достанем. Народу много, ага. Там еще это... А потом скажем, что пошутили, да? Ха-ха-ха. Не поймем. Погода портится. Снег идет. Где морж? Ну что, рыбачить-то будем, нет? Так не знаю. Что мы будем рыбачить? Рыбачьте. Рыбать, Серега? В общем, всем пока. Нет фонарика, у меня больше. Соберите. Понимаешь? Да. Все, камушек. Короче, зря камеру доставал. Вот наш Александр Амулов. А Пушков, короче, надергали. Руками ходили. Карасика одного. Ротана. Вот еще ротан. Ну и вот окуньки. Вот таких вот я бы повоил. Ну таких-то вот не интересно, наверное. Играться можно сейчас с ними. Рыбаки почему-то не берут. Я собрал. Вот так вот. Кто второго? В смысле удочку вторую? Да это это, оно шевелилось этим. Серега, что у тебя клюет? Ну, клюет. Карась, да, у тебя? Да. Карасик. А у нас не клюет Саней. Да, Саня? Пол пакета уж наловили. Сачком. Окуня. Скиньтесь Мишке на фонарик, чтобы он меня не обвинял, чтобы я виноват. Я фонарик вон удопил. Лишь бы ему, да, ничего не это. Я бы докупил мне фонарик и все тогда. Да, Миша, у меня столько не зарабатывает. Началось. Давайте. Сколько тебе подписчиков? Жадность. Сколько тебе подписчиков? Пару штук заказывает. Жадность это в нем, да, говорит? Я столько не зарабатываю. Так я два ножа купил на 10 тысяч. Лучше бы два фонарика купили на 10 тысяч. Одинаковые бы были. Место разделываю. А так бы было хоть что разделывать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всем здравствуйте. Сегодня 17-е, 12-е, 2018-е, ой, 19-е. Время 18.32. Озеро Яровое. Последняя, короче, моя рыбалка в этом сезоне. Слишком она мне дорого обходится. На предпоследние рыбалки, если это последняя, то на предпоследние затопил свой фонарь, а на этой затопил телефон. И решил, что действительно надо с рыбалкой заканчивать. Телефон вот в эту луночку упал. Хотел я посветить. На корыте он у меня так вот стоял. Светил я, палатку ставил, чтобы свечки зажечь. Потому что фонаря у меня сейчас нету. За счет горелки и свечек, думаю, буду освещаться. И ее начало ветром поворачивать на корыто. Я ее чуть-чуть потянул. Вот тут вот как раз вот бугорок. И шевельнул корыто. И он бульк. Он, конечно, стоил, наверное, в разы дороже, чем фонарик. Но потух он практически сразу. До дна он точно не дошел. А фонарик часа четыре, наверное, горел. В общем, не берите телефоны. Возьмите лучше фонарик. Вот так вот. Рыбалка, в общем, грустно началась. Я уже думал, все, черная полоса закончилась у меня. А она, видимо, только-только начинается. Ну да ладно. Всяко бывает. Ну, шабалы у меня тоже нет. Или как ее там называют. Ах-ах-ах. Вот так вот. Сейчас горелку разожгу. Еще редуктор, наверное. Ага, нет, редуктор не поменяю. Так поставим. И так пойдет. Будем пробовать ловить рыбу. Езжу я уже не на... Точно не за рыбой. И уже не на рыбалку. Езжу топить свои вещи. Выбросить жалко. А утопить... Ладно. Грустно все, в общем. Руки мерзнут. Холодно. Надо печку затоплять. Ну, в то время 18.58. Вот сижу я. При двух свечах. Клево, как обычно, нет. Ну, что я скажу. Темновато. Есть у меня еще третья свечка. Но я не знаю, сколько они по времени так будут гореть. Хватит мне на рыбалку или нет. Как-то вот так вот. Ну, а пока клевать не будет. Есть у меня одно занятие. Вот такое. Временитое дома не хватает. На стоянке нашел. Сейчас займусь этим пока делом. Ну, как-то вот так. Так. Время уже не вижу сколько. Не поглядеть на камеру. В общем, рыба у меня не клюет. Но хоть в пользу время провел. Неплохая такая, в общем, уже. Шкурка. Можно чайку попить. Рыба, в общем, у меня ни у одного клюет. Не клюет. Ни у одного. У Сергея не было ничего поймано. А у брата 5 было поймано. Так что вот так. Рыбалка сегодня такая. Как вы это сказали, снежок там пролетает. Мелкий. Я не высовывал голову даже оттуда. Туда. В палатку сел, так и сижу. Пытаюсь, в общем, все лист караулить. Вчера утром ходил до обеда. В трех или в четырех разных местах просидел. Тишина. Никого не видел. Кроме косуль. Потом ночью вчера был. Видеть. Видел. Но на выстрел они не подбежали. Бежало две штуки. Сначала думал еноты. Не ожидал, что две лисы. Все, друг дружку. Сначала просто бежали. Потом начали друг дружку гонять. Дерутся. Верещат. Метров двести до них было. С ума сходят. Но я чего-то подумал. Что они ко мне подбегут. В засаду села. А они сторонкой, сторонкой, сторонкой. И в лес. Потом минут через двадцать из леса выбежала одна. Навстречу как бы мне дорогой. И тут же отвернула. Обратно к лесу. Выбежала потом на поле. С правой стороны леса. Метров двести пятьдесят, триста, наверное, было. Но я решил манок поманить. Она села, посидела. Я еще разок, наверное, пискнул. И она так неспешно, неспешно обратно влез. Прям за огородами недалеко. Я там приваду сделал. И все, в общем, сорок минут где-то я еще просидел. Замерз. Так она из леса не выбежала. Никуда. Ушел домой. Сегодня вечером перед рыбалкой ходил, управлялся, дошел, посмотрел. К самим кишкам не подходила. А бежала стороной. Ветер на нее дул как раз получается. Метров пять она подошла, наверное, там накрутила. Видимо, отходила. Но интересно. Начинает подходить, опять разворачивается. В общем, так и не подошла. Так, в общем, чего я думаю-то. Лучше бы я, короче, сегодня в засаде сидел. И телефон бы был целый. И если бы в прошлый раз в засаде сидел, то бы еще фонарик был. Ну, рыба не клюет. Сейчас я и оттуда хлебушка брошу. Все дело приберу. Че у вас у кого клюет? Че у тебя пять? Пять поймал? Семь. Серега, у тебя? Ни одной поклевки нам. Сереге ни одной поклевки. В общем, не я один так ловлю. Не я один. Ох, ну ладно. Чтобы камеру еще не утопить, надо аккуратно.